Открытый телеканал представляет У нас День Искупления грядет Йом-Кипур Вот хотелось бы поговорить о нем именно в этот год, когда вы видите что происходит в мире, вообще что это такое, немножечко... Ну, я думаю, что мир должен уже... Вздрогнуть Ну, по крайней мере, почувствовать необходимость в этом Вот у меня такое же ощущение То есть он особый все-таки в этом году День Искупления. Давайте сначала скажем, что это такое Один из самых важных праздников, считается в иудаизме, и, как я понимаю, сейчас вы сейчас скажете и для мира тоже, да? Для всех. Когда читаются молитвы, раскаяния, просятся прощения и вообще готовятся к тому, что будет поставлено печатнее в книге жизни Ну, да. Ну, вот теперь скажите, пожалуйста, вот этот праздник он всегда с каким-то трепетом воспринимается. Во всяком случае, здесь в Израиле все останавливается, тишина верующие, неверующие все как-то боятся, трепещут, скажем так перед этим днем. Вот немножко об этом празднике Ну, вообще-то тяжело назвать это праздник потому что праздник это что-то такое веселое, легкое, светлое Я думаю, что на самом деле это это и есть Йом-Кипур день искупления, когда мы можем действительно радоваться о том, что мы способны искупить себя То есть все-таки радость? Радость, это день радости А далее Я не знаю, как люди встречают на самом деле этот день Мне кажется, что они должны, конечно, отдавать себе отчет Как и сказано, что человек должен думать о том, как он прожил этот год Как он стремился быть добрым Творящим добро Быть проводником доброго творца в мире Это об этом думает человек в этот праздник желательно? Должен, да Должен думать, да Я думаю, что обычные люди, в принципе, не погружены настолько во зло И поэтому им нечего бояться за судный день А что их могут судить? Зло родилось раньше человека Зло, зависть, прочие отрицательные свойства Так что человек он человек Что можно еще сказать о нем? Скажите, пожалуйста, а для чего тогда этот праздник? Вот все-таки, для чего? Я думаю, что этот праздник, он, скорее всего, о том, чтобы человек подумал, почему он создан таким И каким образом он бы захотел себя немножко подправить Хотя творение – это творение творца Но допустим, что у человека есть возможность немножко себя исправить Как бы он это сделал? В какую сторону? То есть намерение его так или иначе к добру, да? К добру, к теплу, к любви, так или иначе туда Да А вот скажите, пожалуйста, чего он тогда просит прощения? Вот очень много молитв, и, собственно, это называется слюхот Прости, прости, все время прости Чего простить тогда, если вот он таким создан? Прости за то, что ты меня сделал таким гаденьким, подленьким, ничтожным, вредным, приносящим всем только зло и несчастье И я тебя очень прошу, помоги мне выпрямиться, исправиться Быть как бы все-таки немного хотя бы лучше То есть чайнее человека не угробить другого, а наоборот стать лучше все равно Я думаю, что если человек бы серьезно подумал вообще о всем том, что случается с ним, каким он создан и каким он вообще мог бы быть, то он бы просил бы исправления 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 того, что Бог создал в нем Понятно Вот еще такой вопрос есть Вот есть такой текст в молитве Дня Искупления Он такой очень яркий И убоятся тебя, то есть Творца, и убоятся тебя все создания, и падут ниц перед тобой все сотворенные, и составят все единый союз, чтобы исполнять волю твою всем сердцем Да Вот объясните, пожалуйста, все-таки убояться надо Ну, дело в том, что нам очень трудно понять вообще вот это вот неравновесие между абсолютно добрым Творцом Да И абсолютно злым человеком Да Которого Творец тот же Добрый создал Почему? Почему? Именно для того, чтобы человек осознал причину такового своего создания, сотворения И захотел бы быть подобным Творцом А причина в чем? Вот в чем причина? В том, чтобы только захотеть быть как Творец То есть я так далеко от Него и хочу быть Ему подобным Да А я умышленно далеко от Него Изначально Изначально И тогда вот убояться тебя, это что означает? Это уже к Творцу обращение, когда люди почувствуют, что все это происходит от тебя, чтобы они убоялись и упросили тебя об исправлении А когда говорится «И падут ниц перед Творцом», что это означает? Пожелают подчиниться доброму началу Творца «И падут ниц перед Творцом, все сотворенные и составят все единый союз, чтобы исполнять волю твою всем сердцем» Вот это вот, что это, вот это последнее Это когда каждый будет помогать другим для того, чтобы все вместе они были бы в добре и в любви к Творцу и ко всему Еще один вопрос такой, мы начали с вами с этого В чем особенность именно сегодняшнего дня искупления, вот, Йом-Кипура, вот для вас, как вы чувствуете это? Ну, мы видим, что мир не становится лучше, это уж точно Люди не становятся лучше, они просто усталые Устали от этого мира, от этой жизни, от того, что происходит с ними Что ничего нет хорошего в будущем у детей И поэтому наговаривать на человека нельзя, это он Он таким создан Человек таким Да, человеком злым, равнодушным И вы не наговариваете на человека, что делает человек? Ни на человека, ни на Творца не наговариваю Просто это данность, которую мы должны четко осознать И после этого начинать просить Просить исправления человека и всего мира Нам надо все-таки осознать, что это зло является следствием наших отношений друг с другом Мы не можем подняться над собой для того, чтобы желать добра всем Не можем И в этом-то причина всего нашего нетерпения друг к другу и всего того, что с нами происходит Я надеюсь, что вот эти последние события, то, что мы сейчас находимся в обсуждении того, что происходит с миром, с человеком, с каждым из нас Я надеюсь, что они в итоге все-таки приведут к осознанию того, что нам надо исправить этот мир И это зависит только от наших желаний Я думаю, что Творец специально таким образом все это так прокручивает перед нами Чтобы мы осознали необходимость в изменениях Можно вообще не ждать этого дня искупления А вот так вот в течение дня его сделать Или вот сейчас его сделать Вот вдруг решить и сделать, можно так? Конечно, не надо ничего ждать Но люди ждут обычно этого дня, готовятся к нему Откладывают все Откладывают Откладывают Это нехорошо Мы должны каждый день считать, как день подходящий для извинения, для искупления, для того, чтобы изменить свое отношение ко всем и вся Это все зависит только от нас Еще один вопрос Что этот праздник для мира? Для евреев мы говорили, мы начали с этого Что есть у евреев такой праздник, очень особый А для мира что значит этот праздник? Для мира он ничего не значит Да? Нет Вождество людей, они вообще не знают, о чем речь Да и для евреев особенно не значит Потому что думают, боятся, заботятся каждый о себе Понятно А не за всех Так что... А должна быть мысль за весь мир, за всех? Абсолютно за всех Абсолютно за всех Добрых, плохих Любых, любых людей Даже не только людей То есть за весь мир, за все существующее Вот это высота Это должна быть всеобщая мысль и всеобщая молитва Всех и вся Это и есть день искупления Творец нам специально дал такие условия Чтобы мы почувствовали Необходимость в нашем изменении к миру И последний вопрос Что бы пожелали вообще людям в этот день? Только лишь осознание того Что они своими обращениями к Творцу Друг к другу Могут этот мир изменить В лучшую сторону Другого я им не желаю И я надеюсь, что они в итоге поймут Потому что В принципе, надвигаются такие серьезные действия Ощущения Что миру придется Осознать свое личное участие Всех и каждого В том, почему мир такой Субтитры создавал DimaTorzok